Смена сезона это вещь, которая заботит не только нас с вами, но и наших питомцев. Для них тоже многое меняется, и вы должны об этом знать, чтобы ваши прогулки всегда проходили комфортно и безопасно для домашнего любимца. Об этом будем говорить прямо сейчас с Николаем Леоновым, ветеринаром, экспертом нашей программы. Доброе утро! Доброе утро! Мне всегда кажется, что осенняя опасность это как раз у хозяев, когда грязные лапы, грязное пузо, копушистая собака. А для питомцев что? На самом деле не все так просто. Осенью внимания не хватает не только нам, но и нашим питомцам. Здесь все очень глубоко. Смотрите, многие кошки и собаки все лето жили на даче. Мы чаще с ними гуляли, больше внимали, у нас был отпуск. Вообще летом мы как-то там на расслабоне, отдыхаем больше, общаемся. Здесь сейчас мы все вышли на работу. Во-первых, нам не хватает светового дня. Это все влияет, это все стресс-факторы. Например, дети ушли в школу, с собакой гуляем меньше. Ну, как мы с собакой гуляем осенью и зимой? Холодно, дождь, 15 минут утром, 15 минут вечером. Да, уже быстрее. Да, уже холодно. Или коту насыпали миску, и все. И отстанет меня, я пришел уставший. Вот, это все животные также запоминают, понимают, что они становятся такой, на второй план ходят. Плюс, есть сезонное обострение. Сквозняки стало прохладней. Например, любимый балкон, там сейчас прохладно. В доме сейчас жарко, потому что отопление включили. Воздух стал суше. А шерсть стала сушей, да, приходится чаще вылизываться. А начинается шелушение. Перхоти, например, у животных нет. Да, все, что мы видим, это шелушение эпидермиса. Так вот, в квартире становится суше, кошке приходится больше умываться для того, чтобы увлажнить как-то шерсть. Собаке, особенно для нас шерстная, чаще всего появляются колтуны, закатанная шерсть. Почему? Потому что еще сейчас разлинька уже началась. Шерсть вообще везде. Нужно взять расчесочку, вычесать, а лучше помыть, сводить на грумин. Сейчас самое время. Опять же, что же на улице происходит? На улице мокро и холодно. Собаки, особенно отопики, то есть собаки, страдающие аллергическими реакциями, хроническими проблемами кожными. После прогулки лапы намокли. Дома мы пришли, их еще помыли и не высушили. Начинают преть подушечки, начинаются дерматиты. В том числе, дерматиты контактные. Потому что с дождевой водой растворяется все, что у нас за лето на дорогах накопилось. Так же, как и зимой. Бывает, что то, что накопилось в снегу. Это раздражающий фактор. И здесь все правильно. Мы приходим домой, обязательно моем лапы, но при этом их высушиваем. Я даже рекомендую слегка высушить феном. Потому что никакие впитывающие салфетки полностью лапу не высушивают. При этом собака, если чувствует влажность, она начинает их вылизывать. Это добавляет нам лишнюю микрофлору. Особенно молодцы зитаки, дрожжеподобные грибы. Которые в будущем приведут к дерматиту, который придется лечить. То есть фактически можно разделить на две большие группы. Это психология. Ну то есть так же, как у людей. Там осенние депрессии. Только они не могут с кружечкой чая на подоконнике грустить. Они могут просто без чая. На подоконнике грустить. На подоконнике грустить. И вторая это физиологическое. То, что вот особенно... Фактор природный. Ну это больше, наверное, к собакам относится. Больше к собакам. Да, у кошек. Вот как раз здесь и все и поделилось. На самом деле все, что физиологическое, это собаки. А все, что психологическое, как бы ни странно было, это кошки. Потому что кошкам не хватает внимания. И кошки чаще подвержены различным стрессовым факторам. Например, собака будет сама себе грустить. Пришел хозяин, она всегда радостная, подвижная, пошли погуляли. Кошка уйдет в другую комнату, будет прятаться, может перестать писать. Вот как раз стрессовые циститы у котов. Они стрессовые. То есть это перетекает в физиологию. Конечно, большое количество. Кортизол начинает вырабатываться, надпочники работают. И все. И в какой-то момент вы уже попадаете на прием со своим котом с задержкой мочи. Почему так происходит? Потому что это стресс-фактор, это нарушение внимания. Опять же, повышение агрессии у некоторых котов. Почему происходит? Потому что внимания им не хватает. Потому что кот будет пытаться как-то к себе привлечь внимание. Поведение, при котором он портит вещи, у собак меньше. Собаки грызут чаще всего что-то. Но опять же, не от внимания, а от скуки. А кошки чаще всего, когда на них не обращают внимания, появление нового ребенка, я хотел сказать. Появление новой члены семьи, переезд. Кошка будет как-то к себе привлекать. Ходить в туалет куда-то не туда. У меня так у сестры, они с мужем как только на дежурстве, так они приходят домой, у них подарок на кровати. Хорошо, что ты прокатал. И поэтому здесь, что же... У меня у сестры так жаль. Мало ли что. Что же во всем этом делать? Во-первых, здесь хорошо подойдут различные диффузоры с успокаивающими средствами. Для котов? Ну, конечно. С валерьянкой? Нет, валерьянкой не работает. Хорошо работает лаванда. На самом деле, на котов. Да, у нас даже в клинике стоит небольшой диффузор с лаванда для того, чтобы немножко успокоить. Вот, да. Хорошо работают различные средства. Такие легкие успокаивающие спреи. Они могут быть на растительной основе, могут быть синтетические. Феромоны чаще всего мы можем использовать. Это в зоомагазине или это обычные? Это в зоомагазине, конечно, все это есть. Какие-то успокаивающие ошейники. Но с собаками все проще. Играем, хотя бы выходные, активная прогулка, активные игры на свежем воздухе, какая бы погода ни была, и соблюдение режима. Ну, вот с котом придется немножко там, конечно, тоже поиграть, пообщаться. Заключаться, можно поговорить по душам вечером, за чашкой какой-то. Садись, да? На самом деле здесь все заключается в том, что режим менять не нужно. Вот как раз, когда мы перед отпуском, правильно подготовиться к лету, не меняйте режим в отпуск. Также не меняем режим. Все должно быть постоянно и размеренно. И тогда ваш живот не будет никаких осенних проблем. Ну и понятно, что уход. Сейчас самое время сходить в грунт, ухаживать за лапами, следить за влажностью в квартире. Если у вас нет увлажнителя, купите его, хотя бы позаботитесь о своем коте, не о себе. Мне кажется, надо просто однажды посадить перед собой кота, сказать, сейчас я тебе расскажу, что такое настоящие проблемы. Короче, рассказывайте коту о том, что происходит в вашей жизни. И мне кажется, в этот момент кот такой должен сказать, серьезно? Да у меня вообще все зашибись. Я же за отопление не плачу. Я не плачу за отопление. Подумаешь-ка, вылезла с себя пару лишних раз. Да, и не знаю цену своего корма. Обращайте внимание на вашего домашнего питомца. Наблюдайте за тем, как меняется его поведение. Не думайте, что ему дается все так легко и просто на самом деле. Он тоже может стрессовать, тоже может переживать, что вы вышли на работу, тоже может испытывать дискомфорт. Но если вы внимательно слушали Николая Леонова, то вашему питомцу с вами точно повезло.